Что скажут соседи, мы с тобой тысячу раз уже об этом говорили, да? Все, замри! Это не обзывалка, это факт, банкрот. 50 кредиторов, это очень часто, это действительно такое бывает, я тебе клянусь. Хорошо, давай поговорим о том, насколько важно человеку оценить свои возможности перед банкротством. Что нужно, о чем нужно подумать? Ты спрашиваешь меня о такой ситуации, когда человек думает, начать мне банкротство или не начать банкротство? На самом деле, все это работает по-другому. Человек объективно банкрот. Ты понимаешь, какая ситуация? То есть, уже в жизни произошла какая-то ситуация у человека, что он банкрот. Что считать-то, если ты банкрот? То есть, важно для человека одно – оценить, что ты банкрот. Что такое банкрот? Нечем платить по долгам. Все, ты банкрот. И тебе нужно из этой ситуации как-то вылазить. Самый главный мой совет человеку – не наращивать долгов. Если ты уже знаешь, что у тебя не получат. Самый грех страшный – не перекредитовываться. Понимаешь, наши же люди как не хотят быть банкротом. Они хотят оттянуть эту ситуацию. Что скажут соседи? Мы с тобой тысячу раз уже об этом говорили. Ничего не скажут. Ты не виноват. Получилась такая ситуация. Случилось в жизни что-то такое, что повлекло невозможность платить по долгам. Все, замри. Посиди, посчитай. Как только ты понял, что у тебя не получается гасить долги, занимайся банкротством. Конечно, не стоит с первой просрочкой бежать на банкротство. Банкротство все равно несет последствия для твоей жизни. Все будут знать, что ты банкрот. Разовая просрочка. Даже в течение двух-трех месяцев. Если это временная ситуация, то ее можно устранить, перезанять, перехватить. Но когда очевидно, что, например, человек потерял работу, ну понятно, да, месяц-два ты перехватил денег у соседа, брата, родителей, а потом-то что ты будешь делать? Так вот, когда ты понимаешь, что ты не сможешь гасить долги, нужно задуматься про банкротство. Потому что ты объективно банкрот, это не обзывалка, это факт, банкрот. С этим надо дальше жить. То есть банкротство помогает выйти из этой ситуации и начать заново. Стоит ли идти в банкротство, если у тебя, там, я не знаю, просрочка, там, 300-500 тысяч, миллион, или только очень крупные суммы? Ну, все индивидуально. У меня есть кейсы, где люди идут и списывают, и просят списать задолженность в 300 тысяч. Понимаешь, какая ситуация? То есть, если у человека, у меня есть два кейса, действительно, люди живут не в городе, и для них 300 тысяч – это непосильная ноша. И закон не говорит, что будет у тебя миллион, тогда приходи. Теоретически человек может прийти и с 10 тысячами рублей. Но здесь, понимаешь, какая ситуация важная? Такой лайфхак. Когда человек подает заявление о своем банкротстве, у него, допустим, там, 50 кредиторов. Это очень часто, это действительно такое бывает, я тебе клянусь. Там, ну, 30 кредиторов может быть. И, к сожалению, что это за кредиторы? Микрозаймы. То есть, 10 тысяч до зарплаты, 25. И люди идут на это, там сумасшедшие проценты. Я вижу в этом желание людей решить этот вопрос. Тут перехватить 10 тысяч, тут 15 тысяч. И в результате кредиторов становится 20-30 кредиторов. Лайфхак в чем? Не все кредиторы приходят в дело о банкротстве. Напомню, чтобы, когда начинается банкротство, все кредиторы сообщают арбитражному суду, что должник им должен. И они сидят в реестре требований кредиторов. Не все приходят. Не все кредиторы пишут заявление в арбитражный суд, сообщают, что им кто-то должен. Почему? Потому что они махнули рукой на какую-то сумму долга. Но это не означает, лайфхак, это не означает, что если кредитор не пришел в дело о банкротстве, что долг перед ним сохранится. Нет, закон четко говорит, пришел ты в дело о банкротстве, не пришел, это твоя история, твоя проблема. Если банкротство проведено и завершено, все долги, независимо от того, пришел кредитор в дело о банкротстве или не пришел, они все списаны. В результате к чему я это говорю? Когда человек принимает решение, что он банкрот и идет с заявлением в арбитражный суд, он знает, допустим, что он должен миллион. Но когда начнется дело о банкротстве, часть кредиторов может и не прийти в дело о банкротстве. И в результате в реестре требований кредиторов может быть куда меньше суммы, 200-300 тысяч. Вот кто пришел, тот и пришел. Тот и получит, да? Да, но чтобы кредитор получил хоть часть своего требования, конечно, он должен прийти в дело о банкротстве и написать соответствующее заявление.